ГОСТИ НА РАДИО 1 Играет на фортепиано, на рояле Который сочиняет, который владеет несколькими языками Который работал с самим Карлосом, Сантаной Валерий, жаль, что я уже женился, а то была бы хорошая реклама Здравствуй, Игорек Привет, Валерий Сегодня мы хотели для вас, дорогие друзья, программу, так сказать, построить следующим образом Просто Игорь знает очень много песен на испанском, на итальянском, на английском языках Не знаю, на французском, наверное, тоже, да? На украинском, естественно Конечно, естественно Потому что он украинец такой, родившийся в Калининграде, да? Или где там? В Кировограде В Кировограде, да Вот Мы решили программу построить таким образом Просто есть очень много песен Ну, например, такая вот Вот она как бы поется в народе вот таким образом Или там в мире животных А вот Игорь сегодня подготовил нам сюрпризы И немножко как бы приоткроет завесочку, знавесочку такую Про каждую песню, да Ну, это мексиканская песня Значит, вообще Мексика удивительная страна Вот, поют ее мариачи Мариачи — это вот этот свадебный такой коллектив Которые, значит... Мариачи? Мариачи, да Вот они вот гитары такие большие там всякие трубы, да? Сомбреро, да Ну, вот удивительно, но слово-то не испанское Слово происходит от слова «мариач» Вот от слова «это как свадьба» Поэтому они, ну, пара, которая вот выходит замуж, да? Женится И вот они приходят на это торжество и играют И вот почему-то это слово к ним прилепилось Народ вообще удивительный Они все время шутят У них есть такой сленг мексиканский Они разговаривают по-испански Но есть такой сленг, который люди, которые не живут в Мексике Они не понимают, о чем они говорят Я встретился с одним аргентинцем там Он говорит, я 15 лет здесь Они меня рядом со мной разговаривают И говорят, я не понимаю, о чем Вот Так вот, песня называется «Сьелитолиндо» Дословный перевод — это «небо», «моё небо» Но, в общем, по-русски это как «солнышко моё», да? Как обращение к девушке И вот удивительно, что в этой песне Что она состоит из двух размеров Значит, размер 3 четверти и 3 восьмых Значит, мелодия написана так А аккомпанемент все вы знаете Споем? Споем, конечно Только для вас, дорогие радиослушатели программы «Гости» С припева, да, Валя? Давай 3-4 Сьелитолиндо Сьелитолиндо înглобай Un пар De ojitos Negros Cьелитолиндо De contrabando Ay, de la sierra Morenos Cьелитолиндо Vienen Вajando Un par De ojitos Negros Cьелитолиндо De contrabando Ay, 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 ay Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok О, Игорь Тукало! Слушай, я всегда удивляюсь, Игорь такой светлый человек, я всегда говорю, в эту студию приходят только светлые люди, и сегодня для меня праздник, потому что играть с этим человеком просто, ну правда. Валер, для меня тоже спасибо большое. Знаешь, я помню, сюда приходили разные музыканты, и вот не помню, как звал один на клавишах, ну некуда было ставить мне прям вот, вот он все заполнял собой, все, 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 я думаю. Ну, в конце там, там, я так, и все, вот. А с тобой приятно, потому что, ты знаешь, вот у тебя есть черта, я себя увидел в тебе со стороны себя увидел. Знаешь почему? Сейчас объясню. Я в Италии, когда был на конкурсе, это был 94-й год, такой город есть Кастельфидардо, город Баян, город Аккордеон, там делают всякие вот эти Баян, Аккордеоны, банданьоны, ну все, что связано вот с этими инструментами. И там ежегодный конкурс, который называется Читта Ди Кастельфидардо, вот, и там ансамбль, оркестры, и, естественно, когда все заканчивается, там бывают сиеры, или как, и сиесты, когда, ну просто люди берут, пьют хорошее вино и начинают играть. Ну, попили, надо же поплясать, попить. Вот, они, кстати, не пляж, они только поют и играют. И когда, а, естественно, там очень много людей, которые, ну, образование не как у нас, а где-то средний такой уровень, музыкальная школа, вот, и они могут играть, ну вот, как я сейчас примерно, вот, в одну нотку, да, и когда, знаешь, вот, там, он играет в одну ноту, а я там, типа, там, я там гуляю по этим басам с такой, и все говорят, как он хорошо играет, неправильно. А я всегда делаю так, чтобы тот человек, кто солирует, чтобы ему, как бы, вот, такую подстилочку сделать, чтобы, ну, красиво было. Вот, а ты мне делаешь такую подстилочку, чтобы было красиво. Это, знаешь, вот эти вот полечки, да, такие, которые альпийские такие, они могут быть и итальянские, и швейцарские, и немецкие, и они такие, знаешь, похожи. И вот они в Италии, в Словении, в Германии такие вот, такая альпийская культура. Вот, ты мне предложил сегодня еще поговорить об этой, о песне, которую мы привыкли слышать в программе «Мире животных», которая была еще в советские времена. Вот это «Та-да-да-да-да-да-да-да-да», как она называется, кто написал? Значит, это удивительный вот человек, это человек, развивающий культуру, креольскую культуру в Аргентине. Ариэль Рамирет, значит, абсолютно они, то есть креольские, ну, они такие индейцы, да, он абсолютно белый человек такой, может, итальянские корни там, не знаю. Вот, и вот он развивает эту, развивает культуру. У него есть много красивых мелодий, красивых песен, и вот одна из них это, значит, написана она для мессы, рождественской мессы, и это «Би-ян-фико». Значит, сейчас тоже. От слова «Би-ян-фико»? Нет, от слова «Би-я». «Би-я» — по-итальянски «Вилла». А по-русски это речка Би-я такая. Да-да-да. В Алтайском крае. Значит, вот удивительная история, значит, раньше на мессах не допускалось никаких текстов на родном языке. А в Рождество как раз это единственный был момент, когда люди приходили из деревень, на виллах они жили. Они приходили из деревень, им разрешалось попеть песни на своем родном языке. И вот эти песни называются «Би-ян-фико». По-испански «Вилла» — это «Би-я». Вот, двойная «Л» читается как и краткая. Вот, и они пели вот эти песни. Это повелось, значит, такая традиция. И это калятки наши, но они все на религиозные тексты. И, значит, вот эта песня тоже, вот, это «Перегринос», это пелегрины, да, которые Мария и Иисус, которые вот идут по полям, тяжело им, вот, там, снег, холод. Вот, и тоже удивительно, значит, перекликаются, вроде Мексика не является страной, которая находится в Андах. Вот, Анда все-таки в Южной Америке. Но вот это культура «Андино», как называют испанцы. Вот, и у них вот это, размер двухдольный и трехдольный, они все время перекликаются. Здесь то же самое, значит, мы привыкли как ее слышать. Да, что здесь, значит, здесь аккомпанемент такой. А сама мелодия написана на три. Значит, ну, в общем, споем. Да? Давай. А вы с той стороны экранов, помните, как эти у нас? Там аисты или кто-то. Да, машите крыльями. А как? Ай! Ай! Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok И все-таки я не хочу в эту политику лезть, но я считаю, что вот украинские песни, я всегда об этом говорю, сразу слышно, что это украинское. Я не знаю, какие-то обороты там есть в мелодии? Нет, ну, потом Украина, конечно, не такая большая страна, и, конечно, есть регионы, в которых, например, Черновцы, это же была часть Румынии, и там они играют другую музыку и другие, то есть это такая культура. Вот, а то, что касается ближе к Белоруссии, там другие песни, но я родился в центре Украины, это область, в которой не было заводов, фабрик, то есть пришлых как бы не было, поэтому вот, но смешная история такая. Моя бабушка по отцу, по-моему, она не умела писать и читать, вот, но одного сына она назвала Адольф, а другого сына, вот, моего папу она назвала Жорж, вот, папа этих детей был Иван, поэтому был Адольф Иванович и Жорж Иванович, да, а я вот Игорь Жоржевич, вот, так меня и записали, это было. Адольф Иванович. Да, 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 вот, началась война, они, конечно, его переименовали, потому что били его все, ну, вот, так вот, значит, Украина, к сожалению, вот, я не еду на Украину, не могу ехать на Украину в этой ситуации, я русский человек, рад тому, что воспитывался в России, что часть меня, как бы, ну, есть такая, даже не украинская, малороссийская история, я бы так сказал, и, естественно, очень рад, что у меня есть и мой Пушкин, и мой Лермонтов, и мой Рахманинов, и мой, это мои тоже, поэтому, вот так. Давай что-нибудь споем украинское. Обязательно. Тече вода кала, мутна, мила моя, чогось смутна, я не смутна, лем сердита, без вечера. Тече вода кала, милее 열� Тече вода кала, милее, нужно, что? Любил банком нелюбитый. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Допино, да И естественно, когда Причем я потом ходил, когда не ты там уже работал, а другой человек Вот не так слушается и не так естся И не так пьется и пицца как-то Не такая итальянская Не такая итальянская Вот, поэтому все зависит, конечно, от человека И сегодня мы ведем беседу о том, что Вот какие-то открываем, приоткрываем завесы В разных песнях Вот, оказывается, они были написаны Вот в таких-то ситуациях Я, кстати, в программе посидел кинокухне У меня тоже такая есть Тоже рассказываю интересные факты О какой-то песне, например В каком году она родилась В каких-то обстоятельствах, да И вот сейчас у нас есть такая песня Которую знают все Может быть, там секрет откроешь Называется она О соли мио Ну тут секретом А знаешь, есть такая песня Торна асурьенто, да Вернись сурьенто Вот удивительно Все думают, что это песня любви, да А на самом деле Это туда приехал министр Да, да, да Серьезно, да Туда приехал министр И наобещал целую гору там И уехал И не возвращается И композитор написал Вернись А давай сыграем в доминорчик Ви до мари Да Да Вот это на регистре Играет музыка Слушай, а не скажешь, что про министра Видо маре кванте бело Шпиратанто сентименто Все равно итальяшка Все про Красивые Есть замечательные истории песен Вот, например, вот песня Карузо Которая Приехал Лучо Далла Композитор В Неаполе У него сломалась лодка И он Начал там выбирать отель И вдруг в отеле увидел Что в этом номере жил Карузо И он Он поселился в этом же номере Ему рассказали историю О том, что Карузо Тут давал уроки Пения И что у него была девушка Ну, какая-то молодая В которую он был влюблен Вот На старости лет И он Пытался, чтобы она запела И так далее И вот Лучо Далла Находясь в этом номере Как бы сочинил Ну, так говорят Может, он сочинил позже Но Спой кусочек Спой кусочек этой песни А, подожди Как там Красиво Надо тоже поселиться В номере В подмосковном отеле В каком-нибудь И там останавливаться Кто же И сочинить песню Например, в котором Жил Ильепс Например, да Наталья А сейчас Давай споем И сыграем песню О соле мио Очень красивая песня На все времена Любимая, да Любимая песня Че бела Пэлл'ария фреска Паригиана феста Че бела Козанна Пэлл'ария фреска 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вот, и я написал на него романс На русском? Да, по-русски Хорошо В саду заброшенном брожу Субтитры создавал DimaTorzok 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 К старинному, старинному, старинному большому дому Беги, беги, моя душа За детским мячиком, тряпичным кустом смородины спеша По сбитой лесенке кирпичной беги Колесиком звеня По тропке солнечно-пятнистой Туда к колодцу ручья Листом сухим по глади чистой Там на веранде обветшалой В качалке кресле старый тон Дубовой двери скрип усталый И старой лампы тихий стон Забыв судьбу земною доли Здесь в одночасье сразу вдруг Забот любви, любви и боли Я разорву порочный круг Беги, беги, моя душа За детским мячиком, тряпичным кустом смородины спеша По сбитой лесенке кирпичной беги Колесиком звеня По тропке солнечно-пятнистой Туда к колодцу ручья Листом сухим по глади чистой Листом сухим по глади чистой Листом сухим по глади чистой Ой, какие красивые слова! А там про старый том Это что такое? Такой текст в качалке кресле Старая книга такая лежит Старый том сидит С усами Это Игорь Тукало на Волнах Радио 1 В программе Гости И недавно Игорь Жоржевич Да, начинается У которого папа был Жорж Иванович А брат его Адольф Иванович Игорь стал писать песни Он мне позвонил как-то И говорит Слушай, я тут на детские На детство тебя поранило Да, да Кстати, тоже Вообще для детей писать одно удовольствие Но здесь очень немножко есть Как бы Нет, человек, если профессионально Он понимает Если бывает такое Я для детей написал Просто дети Это же такие тонкие существа натуры Что их не обманешь Ты проверял на детях? Проверял, да Нормально, да? Очень нравится, да Поют Вот У меня тоже, кстати, детишки уже там Несколько песен поют Вот И я попрошу Игоря Спеть что-нибудь детское Ну, это не совсем детское Это колыбельное Значит Детское же Вот, да, для детей Вот Значит, я участвовал в проекте С Натальей Фаустовой В проекте колыбельное Вот И туда люди присылали стихи И вот Светлана Гончарова Прислала свой стих Мне очень понравился Вот Но я ее написал в таком Бразильском стиле Вот Значит Мне кажется, что это колыбельное Для мальчика Хорошо Хорошо Спит клубком свернувшись ветер Спят киоски и кино Засопели тихо дети Сонный дождь стучит в окно Спят Спят Проделки и проказы Им набраться надо сил Спят Веселые Рассказы Спят Веселые Рассказы Спит На полке Апельсин Спит Гампы Спят На Нотном стане В теплой Норке Дремлет Мышь Завтра Новый день Настанет Добрый Сно Тебе Малыш Гампы Спят На Нотном стане В теплой Норке Норке мышь завтра новый день настанет добрых снов тебе малыш спят моря и океаны спит на корабле штурвал на пути к далеким странам задремал 9 спит под пледом из тумана ветер с дальних островов спят сплетенные спят сплетенные ли они посреди густых лесов спар гантер спетна н AWск таня в теплой норке дремлет мышь завтра новый день настанет добрых сног килограмм из Brady на нодном стане в теплой норке дремлет мышь завтра новый день настанет Добрых снов тебе, малыш, спи. Каммы спят на нотном стане, В теплой норке дремлет мышь. Завтра новый день настанет, Добрых снов тебе, малыш, спи. Добрых снов тебе, малыш, спи. Вот так вот. Это нужно вечером в 12 ставить. Вот такой у нас замечательный композитор, пианист. Просто замечательный человек и будущий папа. Да. Вот буду петь калорийную. В таком возрасте мы уже не молодые. Но мы же назад, Валер, мы же дошли до 50, а потом в обратном направлении идем. Поэтому как бы все нормально. Дорогие друзья, в эфире Радио 1, программа «Гости», ведущий Валерий Семин. У меня сегодня такое хорошее, доброе настроение. Несмотря на у нас эфир по радио выходит утром. Но дело не в том, что можно поднять настроение, как я всегда говорю, просто красивый и колыбельный. И можно в таком хорошем состоянии пойти на работу. А можно, конечно, зарядиться такой музыкой какой-нибудь и тоже пойти. Ведь главный результат, главное оставаться всегда человеком. И вот этот хороший человек сидит здесь, Игорь Тукава. Олежка, извини, а можно я перебью тебе? Можно, конечно. Смотри, я вот в Испании проводил эксперимент. Собирал толпу народа, французы какие-то, латиноамериканцы, англичане, русские. И играл им просто один аккорд. И спрашивал у них, а что это для них означает. И они мне все в один голос отвечали приблизительно одно и то же. Они говорили, ну это умиротворение какое-то, спокойствие. Хорошо, да. А это вот... А вот это для всех означало, что это озабоченность такая, тревога. Да? Да, вот для всех абсолютно. И я им говорю, а вот таким образом композиторы, мы же тоже люди, мы же тоже ощущаем то же самое. Мы так передаем вам информацию. Вот на самом деле ты сейчас изобразил этих три аккорда, да? Но это такая классика древняя. Это Бетховен тогда так думали, в те времена. Моцарт. Это же не изменилось. В принципе, да. Но мне кажется, для современного человека, особенно живущего в городе, наверное, какие-то посложнее. Ну да, но они тоже несут в себе информацию. Понимаешь? Конечно, да. Голос мамы несет информацию, потому что это звук. А аккорд еще больше. Вообще, на самом деле, мы затронули сегодня такую философскую, эстетическую и психологическую тему, потому что музыка, я не знаю, это одно из сильнейших средств для выражения своих эмоций. И многие, кстати, пользуются этим в своих каких-то целях. Да, да, да. Ну, к сожалению, вот немногие музыканты как бы задумаются об этом, вот, а просто там сочиняют какую-нибудь там музыку, чтобы заработать деньги. Нет, ну это, к сожалению, так, но пока мы с тобой живы, все будет хорошо. Нет, потому что ты подходишь к сочинению вообще, к работе своей очень профессионально. И мне вот очень многие люди пишут, ну, я практически каждый день, не то, что сочиняю, я за ночь, я позавчера семь песен написал. Вообще. Ну, просто, ну, бывает такой, прет, знаешь, вот прет и прет. Вот, а я успеваю еще аранжировки делать, за день аранжировку еще записать, еще видео сделать и выложить в интернет. Батарейки подскажешь, какими пользуешься, потому что... Батарейки называются каша-геркулес, компот без сахара. Вот, яблоки, свежий виноград, но самое главное... А любовь, ты забыл. Но любовь, это вообще, это не обсуждается, потому что без любви нет ни сахара, ни винограда, ни каши, ничего вообще. И самое главное, что, друзья, вот я всегда, мне говорят, какая же у вас хорошее исполнение, значит, столько там, ну, в общем, каких-то качеств, хорошая песня. Так люди забывают, что к этому еще надо приложить 30 лет жизненного опыта и, естественно, талант и все такое. Поэтому вот сегодня вас здесь, дорогие друзья, радует два талантливых человека, дожившие до 50 лет уже, и как бы, и уже... В обратное счет, в детстве, в детстве, да. Игорь, у нас вообще вот эта тема затронутая, надо ее продолжать, потому что, действительно, музыка несет информацию, песня несет информацию. А еще если песня как бы забытая, и мы ее помним вот так, да, как вначале мы говорили, а она была написана при каких-то обстоятельствах, это очень интересно. Вот, и по традиции, перед тем, как до свидания сказать людям и уйти с хорошим французским таким ароматом, ароматом, вот, несколько слов в адрес наших радиослушателей, вот на камеру можешь сказать. Пожелай что-нибудь хорошего. Дорогие друзья, я, во-первых, как бы, ну, я считаю, что зависит у каждого человека от него самого, как строится его жизнь. Поэтому, и чем радостнее человек, тем счастливее получается его, вот, и наполненнее получается его жизнь. Я желаю вам счастья всем, я желаю, чтобы каждый день у вас был наполнен вот этими яркими эмоциями, улыбкой. И помните, все зависит только от вас. Ну, и напоследок французский. Я скажу, да. Я желаю вам счастья всем, я желаю вам счастья всем, я желаю вам счастья всем. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok